Наташ, ты как-то изменилась, похорошела. Сменила цвет волос? Нет. А, подстриглась. Нет. Похудела? Нет. Я знаю, цветные контактные линзы. Ну что за секрет, расскажи. Просто в каждой женщине должна быть загадка. Антон Павлович Чехов. Загадочная натура. Купе первого класса. На диване, обитом малиновым бархатом, Полу лежит хорошенькая дача. Дорогой бахромчатый веер Трещит в ее судорожно сжатой руке. В пенсне то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди то поднимается, То опускается, словно водья среди волок. Она взволнована. Против нее на диванчике сидит Губернаторский чиновник особых поручений. Начинающий писатель. Он глядит ей в лицо, Глядит в упор с видом знатока. Он улавливает, изучает эту эксцентрическую натуру, Понимает ее, постигает. О, я постигаю вас! Говорит чиновник особых поручений, Целуя ее руку около браслета. Ваша чуткая, отзывчивая душа Ищет выхода из лабиринта. Да, борьба страшная, чудовищная, Но вы справитесь, Вы будете победительницей. Да, опишите меня, Вальдемар, Говорит дамочка, глядя сна улыбаясь. Моя жизнь так полна, Так бестра, так разнообразна, Но главное, я несчастна, Я страдавица во вкусе Достоевского. Говорите, умоляю вас, говорите. Слушайте, родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый, малый, умный, Но дух времени и среды. Вы понимаете, я не виню своего бедного отца. Он пил, играл в карты, брал взятки. Мать, мать же, да что говорить? Нужда, борьба за кусок хлеба, Сознание ничтожества. Ах, не заставляйте меня вспоминать. Мне нужно было самой пробивать себе путь. Ах, сколько мук! Если бы вы знали, сколько мук! К несчастью я выделена широкой натурой. Я жаждала счастья. И какого? Я жаждала быть человеком. Быть человеком. В этом видела я свое счастье. Чудно я! Лепечет писатель, целуя руку около браслета. Не вас целую, дивная, А страдание человеческое. Помните Раскольникова? Это он так целовал. О, Вальдемар! Я жаждала славы, шума, блеска. Но как быть? Я жаждала чего-то необыкновенного, Неженского. И вот на моем пути Подвернулся богатый старик-генерал. Поймите, Вальдемар, Это было самопожертвование, Самоотречение. Я не могла поступить иначе. Я надеялась, что не сегодня, а завтра Старик умрет. И я стану жить, как хотела. Я стану счастлива, отдамся любимому человеку. Ведь у меня есть такой человек. Вальдемар видит бог. Есть! Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение. Но вот старик умер. Он мне оставил кое-что. Теперь я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его. Но как все пошло. Как все гадко и глупо на этом свете. Как все подло, Вальдемар. Я чувствую, что счастье мое далеко-далеко. Я несчастна, несчастна, несчастна. Но что же, что же стоит на вашем пути, умоляю вас. Сговорите! Другой богатый старик. Локомотив свищен и шикой. Краснеют от заходящего солнца Оконные занавесочки.